Могутный Божий – фестиваль духовной христианской музыки, богатая ее жанров и на прамках традиционной широкой демонстрируется на разных плясовках Могилева. Люди и колеи, как не на Могутном Божию, у горожан есть мокшимость, послухать, да поиграть на звонах. Уже в шестый раз у Межах феста ладится культурно-осветницкая импреза «Свято звона». Происходит возрождение этой традиции колокольного звона. То есть раньше были традиции и отливки колоколов, и их разведки, традиции звона. Возрождение звон колокольный имеет большой, можно сказать, и духовный, и какой-то, может быть, сакральный смысл. Музыканты и хоровые выканавцы из разностайных городов и поведов дарятся саладу слыху девосными перезвонами. Вылет два однольковых звона немогчимо, усеянные уникальны, а тому их участь усея неповторно. Звоны – это культурная спадщина православного света, которую в 20-м ста годе на умысле ховали и мкнулись азнищить. Гучные пероливы и перезвоны неразрывно связаны с жизнедеянностью минулых поколений. Звоны внесли информационную функцию, оповещали про наближение ворога, про початок населых службов и жмот инжага. Ведая усея особливости звону, можно было дознаться навод про надворье. Отметное место звоны займали у обрадовым житий наших протков. Народжение дитя, тевя, селье, похование. Есть звон, допустим, праздничный, есть будничный, есть погребальный, есть, допустим, перезвон, перебор. Перебор, допустим, это как больше погребальный звон. Там звук идет от малого колокола к большему, заканчивается аккордом, как по стадиям жизни человека, и в завершении вот такой переход в жизнь вечную. И поколь на летней открытой сцене переливался звон, у Палацы культуры в области пановал голос. И не один, а целых десять. Грузинский мужчинский хор Мируствели, монастыра святого архангела Михаила, окутал залу чароной полифонией. Грузинская шматгалосия заявляется эталоном хорового спелого капелла во всем свете и угоходить в устную нематериальную спадшину ЮНЕСКО. Особливая голосовая техника, характерная только для Кауказа, забеспечивая неполторность гучанья. Грузинская полифония зародилась у глубокой старожитности, проишла долгий шлях развития, становление и навод заборонов. В советское время, и до этого еще немного, были утеряны грузинские песнопения. С 90-х уже начало возрождать, нашли уже эти ноты, были спрятаны там и так далее, и так далее. И после этого мы постараемся, конечно, поддерживать. То, что пели в 17-18-16-х веках, мы поем такие же песнопения. На селетнем концерте Мируствеля выконывают застольные, обрадовые песни и песнопения средневеча с розных кутков Грузии. Перед кожным номером глядачам расповедается история музычного отвора и коротенький проклад. Песни и песнопения, которые пели наши предки при работе дома или в полях, или во время боев. И песнопения, которые считают, что много веков. Грузия – краина с наивысшей хоровой культурой. Народные песни, як и церковная музыка передавались тут от поколения до поколения непосредно про сживую певшую традицию. Мируствели подрывали слухачам яркую самобытность грузинских песен, огорнули тонкой прагожостью и гармонией неполторной полифонии.